приветствую всех на канале автоджокер сегодня у нас на обзоре сразу две модели легендарного автомобиля газ а а его называли еще знаменитая полуторка право образом прослужил ford а а 1930 года давайте рассмотрим каждую модель отдельно вот это вот модель мне досталось с наклейками но ничего страшного не хочу их отдирать чтобы не повредить лакокрасочное покрытие поэтому пусть вот это вот маскировочная символика останется модель начала производиться с 1981 года заводе ленинград у данной отсутствует передний бампер но на второй слава богу он сохранился но ничего страшно будет без него она даже более так серьезно выглядит внушительно у модели выполнены открывающимися передние двери но выполнены на они не на большой угол совсем открываются насколько возможно вот мы видим руль четырехспицевый и чем позже модели были чем более поздние выпуски тем на меньший угол и хуже они открывались закрывались кузов крепился у них на путем распайки как на первых так и на последних вот этот этих штырей здесь мы видим цену модели масштаб и название более ранних образцов у первых эти надписи были вот здесь под кабиной и первые мели резиновые колеса потом они пошли уже пластиковые дальше они вообще стали выполняться единой деталью колесо вместе с диском коробки они не на них не сохранились у меня существовали потом уже позже и пластиковые боксы также выпускали серии дорога жизни была с белой расцветкой различные были варианты окраски крыльев в разные цвета но вот этот вот вариант двухосный из такой расцветка это самый распространенный самый так сказать классический серебристая краска на фарах она очень подвержена истиранию вот к счастью видите на моем экземпляре она идеально сохранилась кузов немножечко пыльный внутри такой интересный момент на настоящем автомобиле задняя ось крепилась краем перевернутой рессоры здесь же мы на модели видим такой ляп что у рессоры нормальные и не перевернутом в обычном положении находятся это конечно неправильно вот вторая модель всего было три варианта двухосный трехосный с двумя осями сзади и третий вариант вот с такими гусеницами видно вообще для тяжелых условий я так понимаю здесь сохранился бампер мы можем видеть как он выглядит но и модель можно сказать в идеальном состоянии и лакокрасочное покрытие у нее отлично колеса тут уже более позднее насколько я понимаю видите они отличаются на двухосном более ранний вариант трехосные варианты пошли уже как гусениц так трехосные позже самый ранний это двухосный вариант снизу в принципе такая же распайка единственное что вот это вот сделано действующие видите задняя подвеска она подвижная как и у трехосного варианта там тоже задние оси подвижные сделаны на этот на этом по наш обзор подходит концу это вот насколько я помню первый обзор на грузовые автомобили на моем канале на самом деле у меня их много камазы ама грузовик потихоньку буду тоже так разбавлять легковые автомобили саратовского рекон завод который пускает камазы кому интересна эта тема подписывайтесь до новых встреч на канале